Меня зовут Лера, я заместитель директора компании «Ефель Кристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Альер Лакши Резорт. Вот так выглядят здания. Без ресепса. Территория. Территория абсолютно небольшая, но есть детский уголок, бассейн, столики, чтобы посидеть, есть достаточное количество, есть даже что-то вроде баура, вот такой бассейн. Территория абсолютно небольшая, то есть, ну, их фактически нету. Здесь нет лизонтиков, лизаков, лизонков, ничего нету, все только на море. Причем обратите внимание на то, что море у нас не первая дорога в Аллине, до моря мы идем. И плюс у нас столько лежаки, зонтики, шезлонги, полотенец у нас на пляже нету. Это ресепшн-сет отеля Альер, который Лакши Резорт, это бар. Тут такой вильный шкаф, выглядит просто обалденно. Такие столики, стулья очень удобные. Там дальше столовая. Заходим в номер отеля Альер. Так, слева у нас санузел. Видим душ. К сожалению, у нас тут без шторки. Но есть поддон. Все принадлежности, полотенца. Даже какая-то красота у нас тут стоит. Фен. Не включен в розетку, хотел проверить, надо включать в розетку. Розетки есть, полотенца. Посмотрим шкаф, что у нас тут. В шкафу три вешалки, уже хорошо. Дополнительный комплект полотенец. Тапочки. Нижняя полка, просто свободная. Так, у нас номер Трайпл. Но жить будем вдвоем. Кроватик хороший. Две тумбочки. Такие красивые у нас шторы. Большое зеркало. Пуфик. Здесь у нас вот этот кондиционер и телевизор. Телевизор хороший. Плазма у нас. Набор для чая и кофе. И есть мини-холодильник. Пока он у нас не подключен. Сейчас покажу вам, что у нас... Куда выходят окна. У нас второй этаж. Ну, по факту номера начинаются с этого этажа. Здесь у нас столик. Одно кресло. Свободное пространство такое достаточно. Вот у нас такой вид на такую замечательную террасу. И на небольшой дворик. Дворик, кстати, очень милый. Тоже попозже вам его покажу. Друзья, хочу приснять для вас обзор именно касательно по ванной отеля Aller Deluxe. Который находится в дурусе. И сейчас объясню почему. Буквально не так давно я сходила в душ. И что меня смутило, я вам сейчас расскажу. Ну, во-первых, когда подходишь ближе, как-то начинают вернеться вот такие вот детальки. Да, то есть немножко у нас как-то проглядывает ржавчина. Ну, и такая вот, как говорили, очень чистая плитка. То есть, ну, видно, что ванну не обновляли. Саму плитку. Потом по душу. Что смутило катастрофически, это то, как он льется. То есть, чтобы вы понимали, такая крутая лейка. Я-то думала, он мне сейчас польет. Алила только. Из вот шести центральных дырок. Вот черный, который вы видите. То есть, ну, очень странное было. Еще некое, на тебя просто... Такое массажное струле льется вода. Потом, смотрите, отсутствие шторки. Да, что в принципе-то не очень хорошо. Сейчас объясню, почему. Я думала, что я помоюсь аккуратно. Что в принципе мне свойственно. Но, если вам видно, пол мукрый просто весь. Просто весь. И вот это вот качок полотенчика его ни в коем образом не спасет. Не знаю, может меня сейчас соседка моя убьет. Зато, как я помылась. Плюс, очень-очень неудобно. Вот здесь вот только почему-то вот один вот такой крючочек для полотенец. Почему не два, почему не три. Ну, то есть, как-то очень неудобно. При том, что никакой полочки, сейчас я покажу, в принципе, под одежду, или какие-то принадлежности нет. То есть, я делала. Вот так свои маленькие баночки выставляла. Да? Обнаружила потом, что есть зеркало, но открывающее все. Ну, как бы немножко спасло ситуацию, но все равно вещи положить. Ну, как бы даже некуда. Повешать их некуда. Так, да, ванна. Вот, ну, у Рахарина сама новая. Кран даже новый, хороший. Ну, вот немножко по душе у меня возникла вот такая претензия. Решила вам рассказать. Доброе утро. Снимаю из отеля Aller Luxury. Ребята сегодня же смеялись с соседкой по комнате. Мы через два дня проживания в Aller нашли бассейн. Вот так он выглядит. Вот такая пляжная, скажем так, зона. Зонтиков лежаков немного, но очень много их на пляже. Поэтому все-таки в Aller Luxury есть еще и бассейн. Сейчас я вам покажу. Вот я вам снимаю еще раз винный шкаф. Он стоит в отеле Aller 4 звезды. Валер Luxury. Сейчас я вам покажу завтрак. Завтраки у нас с 7 утра до 9 утра. Обращу внимание, что завтраки у нас по системе человеческий стол, а ужин у нас по системе а-ля карт. Как все красиво. Покажу вам в ресторане. Такое замечательное панорамное окно. Очень круто вечером под ним сидеть. Деревья видно с утра вообще супер. Вот это мой завтрак. Завтрак моей соседки. Все, что мы вам показали, все, что я вам показала на видео, нам только что сказал персонал, что это всего 40% того, что будет на столе. То есть будет гораздо больше. Мы просто пришли очень рано. Я не перевела будильника, разбудила мою соседку. Мы прошлись от Альера отель по прямой. Если честно, прошлись через соседний отель Фафа. Не стали искать какой-то сокращенной дороги. Хотела, по-моему, качество пляжа в Дурасе. Смотрите, какой шикарный песок. Ну, там, конечно, шикарная панорама. Очень хороший песочек. Ох, ребят, просто крюч. Заход чистый песочек. Еще смотрите, ребят, за качество пляжа отличаются специальные молодые люди. Вот они, таз. Запечатлеть вам устройство, что пляж чистят от камушков, от мусора. Очень здорово. Поэтому пляж чистенький-чистенький. Ничего, ни сариночки нигде нету. Напоминаю вам, что в Альере зонтики лежаки-шезлонги. Но это бесплатно. Друзья, путешествуйте больше. Расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока. Быпая,мея. Субтитры сделал DimaTorzok Альерик nenhum. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok